360 новых рабочих мест. Фабрика Миртекст по производству трикотажного полотна Фурманове планируют ввести в эксплуатацию дополнительный производственный корпус площадью 13 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь трудится 539 человек. Производственные мощности осмотрели полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов и губернатор Павел Каньков. Предприятие работает круглосуточно в 4 смены и недостатка в кадрах нет. Средняя зарплата на фабрике составляет 25 тысяч рублей. Это предприятие, которое постоянно переращивает рабочие места. В очереди стоят люди для того, чтобы устройственные предприятия. И, конечно, это хороший знак для Фурманова. Вообще, на мой взгляд, Фурманов как город и как центр района по всей дне развивается неплохо. Безработица единица против 1,3 в регионе. И с точки зрения входения в моногород – это хороший проект. В год здесь выпускают свыше 5,5 тонн трикотажного полотна, что в денежном выражении составляет более 1 миллиарда рублей. С запуском нового корпуса планируется увеличить не только объем, но и ассортимент продукции. Объем инвестиций в этом году составил 238 миллионов рублей. Чтобы не зависеть от поставщиков пряжи, руководство предприятия планирует открыть новый участок по крошению пряжи. Рассматривается вопрос и о строительстве собственной предельной фабрики. Чтобы осуществить задуманное, необходимо ввести в эксплуатацию локальные очистные сооружения. Очистные сооружения построены, уже сделаны резервуары, закрыты полностью они. Внутри остановлено основное технологическое оборудование, идет обвязка его уже. Подводили все коммуникации, то есть канализация, вода полностью заведена. Осталась, нас сдерживает одна, это постановка основного узла этих очистных сооружений, озонаторной установки. Мы ее ожидаем в конце ноября. И в наших планах мы очень интересованы в этом. Быстрее пустить очистные сооружения, то есть где-то к концу года. Это наша мечта, я думаю, и она сбудется. После визита на текстильное предприятие Александр Беглов и Павел Коньков на специальном совещании обсудили ряд важных для нашей области тем, в том числе и развития моногородов. Этим вопросом регион занимается уже пять лет и не безуспешно. Хочу отметить к своему большому удовлетворению, что у правительства Ивановской области есть свой план, есть своя программа, которая с фондом развития моногородов согласована. Есть своя дорожная карта по развитию этих моногородов. Где-то это привлечение институций, где-то это создание увеличения малого и среднего бизнеса. Три моногорода Ивановской области, Тейково, Вичуга и Навлаги уже направили заявки и получат средства из фонда развития моногородов на создание инфраструктуры для предприятий легкой промышленности уже в 2017 году. Любовь Почерникова, Андрей Семьолков, РТВ Иванова, Фурманов.